Абдулла ибнум Мактум Это степень сахаби, сподвижника, дорогие братья Ни один человек не может стать превыше сподвижника из людей Потому что это особый статус перед Всевышним Аллахом Это люди, которые видели посланника Аллаха, вернее встречались с ним Чтобы мы приблизительно, дорогие братья, поняли разницу Кто такой сподвижник и что за этот степень, что за этот уровень Мне хотелось бы такие параллели, примеры привести Те люди, которые видели сподвижников, их называют табиинами Теперь Саиду Табиин Самый лучший из табиинов, из тех людей, которые видели сподвижников Но не видели, не встретились с пророком, алейхиссалату ассалам Табиином считается у Айсулкар, недорогие братья Это был человек, про которого пророк, алейхиссалату ассалам, в хадисах говорил Это был человек, дорогие братья, муслим, который передал хадис Если вы увидите такого-то, такого-то Уайса ибн Амир У него Алламат такой-то, описывая его Пророк, алейхиссалату ассалам, с подвижником говорил Вы, если увидите его, попросите, чтобы Уайс просил прощения за ваши грехи Его попросите за вас делать дуа Умар, когда был халифом, дорогие братья, каждый раз из Йемена Когда возвращались в сезон хаджа, люди приходили Умар всегда спрашивал, среди вас есть человек по имени Уайс? При жизни рай обещанной сахаби Умар, ради Аллаху ангу, ищет Уайсулкар, чтобы он попросил его, чтобы он сделал за них дуа Пророк, алейхиссалату ассалам, назвал два капилля Это две группы людей, которые обладали большими, огромными стадами мелкого и крупного скота То он, пророк, алейхиссалату ассалам, говорит Сколько волос у скота этих двух племеней Сколько волос на них, стольким людям будет делать шафаат у Уайсулкар не в судный день Уайсулкар не был погружен в любви пророку, алейхиссалату ассалам Но из-за того, что была больная мать, дорогие братья Он не мог поехать в Медину, встретиться с посланником Аллаха, алейхиссалату ассалам Он настолько был влюблен в пророка Он даже ходил и на устах, как сумасшедший, говорит Он ходил, вот так ходил А от того, что мать больная и он за ней постоянно ухаживал Он не мог оставить больную мать Однажды мать, видя его состояние, говорит Сынок, ты, я вижу, ты уже болен Ты болеешь уже из-за любви к пророку, алейхиссалату ассалам Она разрешила ему поехать Сказала, ты знаешь, меня одну оставляешь Но если не найдешь дома, возвращайся скорее обратно Не задерживайся там Он от радости, от счастья, вещи собрав, сразу же выехал в путь В Медину, постучавшись домой посланнику Аллах, алейхиссалату ассалам Он стучится и говорит Посланник Аллах, алейхиссалату ассалам, дома спрашивает у Аишат Аишат говорит, нет, но он сейчас подойдет, чуть-чуть подожди, говорит Тогда он говорит, я не могу ждать Я матери обещал Я сказал, что я вернусь, если я дома не застану У меня больная мать У Аишат так и не увиделся с пророком, алейхиссалату ассалам, дорогие братья Он вернулся обратно Но пророк, алейхиссалату ассалам, говорится, пришел, сказал У Аишат, я чувствую запах у Аишат Да, приходил такой-то, такой-то Пророк, алейхиссалату ассалам, поцеловал глаза Которые видели в Аишат, алейхиссалату ассалам Это один табирин, дорогие братья Другой сподвижник Саиду шухада Опора пророка, алейхиссалату ассалам На которую пророк, алейхиссалату ассалам Огромная такая нагрузка, поддержка Которую на себя брал Хамзат, радия Аллаху анху Дорогие братья Хамзата, радия Аллаху анху, убил Вахши Вахши убил его И пророк, алейхиссалату ассалам, настолько было Это тяжело, потеря Хамзата, радия Аллаху анху Когда Вахши пришел в ислам Когда Вахши в последующем пришел в ислам Пророк, алейхиссалату ассалам, говорил О Вахши, ты мне в глаза не попадайся Я прошу тебя Это пророк милости Он говорит ему Ты ко мне в глаза не попадайся Я вспоминаю вот это Хамзата, потерю Он же убил Хамзата, радия Аллаху анху Вот это, дорогие братья Если сравнивать Вахши и Васюль-Карани Перед Аллахом Вахши Дороже и выше степень Почему, дорогие братья Потому что он сахабе, он сподвижник Вэмар ибнол Абдул-Азиз, радия Аллаху анху Два с половиной года только правил, дорогие братья Этот человек, будучи халифом огромной территории Умирая, кроме одной одежды Больше другой одежды у него не было Кроме той, которая на нем была И то грязная Вэмар ибнол Абдул-Азиз Это человек, который Если вы увидите человека Который хорошо рассказывает Про Умар ибнол Абдул-Азиз Ученые говорят Попросите его сделать за вас дуа Его дуа принимается Любовь к Умар ибнол Абдул-Азизу Любовь это человек, который любит сунну Это муджадид В каждом столетии Аллах отправляет муджадида Который обновляет религию Умар ибнол Абдул-Азиз муджадид При Умар ибнол Абдул-Азизе Волк на овцу не нападал Из-за справедливости его Умар ибнол Абдул-Азиз Искоренил бедность от того Что все люди выплачивали закат Что бедных не нашлось И уже сказали Казна полная У правитель провинных И нет людей, которые берут закат Он сказал Глашатая позовите Пусть на рынке ходят Кому деньги нужно Приходите за дегами Забирайте деньги Никто не приходили Абдул-Азиз Великого ученого ислама Спрашивают у Абдуллах. Муавият, ради Аллаху ангу, достойнее, или же Умар ибн Абдул-Азиз. Муавият это сахаби, ради Аллаху ангу. Абдуллах ибн Мубарак говорит, дорогие братья, пыль в ноздрях у лошади Муавията, ради Аллаху ангу, лучше, чем тысячи таких, как Умар ибн Абдул-Азиз. Почему, дорогие братья? Потому что он сахаби, он сподвижник. Поэтому пророк, алейхи саляту нам говорит, когда о двух вещах говорят, вы молчите, о даре и о сподвижниках. Человек, который что-либо о сподвижниках плохое говорит, это удар по самому пророка, алейхи саляту вассалям. Значит, у них учитель вот такой был, если они вот такие, человек упрекает. Поэтому, дорогие братья, мы должны любить наших сподвижников. И частица тех, которые встречались с пророком, алейхи саляту вассалям, альхамду лиллах, у нас в нашем городе здесь их тела здесь, альхамду лиллах, находятся. Вот такой честью достойна наш Дагестан, дорогие братья. Поэтому вот хотелось бы, дорогие братья, чтобы мы чуть-чуть уважением относились, когда даже упоминают сподвижников. пророк, алейхи саляту вассалям, дорогие братья, после своей смерти не оставил ни динар, ни дирхам. Пророк, алейхи саляту вассалям, наследство оставил религию Всевышнего Аллаха, знание и рельму. Сподвижники говорили, почему вы здесь сидите, вторгуете, когда как в мечетях раздают наследство посланник Аллах, алейхи саляту вассалям. Хотелось бы, дорогие братья, вот здесь Мухаммад Расул тоже упомянул слова Имама Шафи, рахмалу та'аля, тот человек, который хочет заполучить эту мирскую жизнь, пусть изучает и рельму, науку, знания, пусть ищет. А тот, кто хочет ахират получить, пусть и рельму изучает. Тот, кто хочет и дуня, и ахират получить, пусть и рельму изучает. Дорогие братья, вот здесь у нас рядом есть огромные соседние, вот уже здесь в городе Дагагни огромные медресе Махачкале есть. Вот каждый, если со своей семьи способного парня, если в медресе отдаст, дорогие братья, завтра вот здесь в качестве людей, которые будут делать насихат нашим народу, приносить пользу, будет чей-то один из ваших сыновей. Дагагни Аллаху Тааля в судный день зонт специальный даст, чтобы они в судный день для них сделал. Аллах говорит, я стесняюсь наказывать родителей, которые отдали своих детей для изучения Ильму бесплатно бесплатно спать программы сильнейшие уроки дают вот это наследство раздают под боком нашим, дорогие братья. пусть Аллаху Тааля даст нам тавфик дарьи, братья, поможет, чтобы каждый из нас изучал Ильму, чтобы своих детей воспитывали, чтобы мы отдали своих детей. Великое 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 Продолжение следует...